В связи со спецификой обсуждаемого в этой передаче материала и вытекающей из этой специфики необходимость постоянно ссылаться на что-то, чтобы быть достоверным, я многое буду зачитывать. В противном случае, повторяю, исчезнет необходимая достоверность. 6 мая 2020 года Генеральная прокуратура Российской Федерации делает очень важное заявление. Привожу дословно то, что размещено на сайте Генеральной прокуратуры под следующим заголовком. Генеральная прокуратура Российской Федерации требует ограничить доступ к сайтам, где размещена недостоверная информация о коронавирусной инфекции. Конкретно по поводу данного ограничения говорится следующее. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрены материалы прокуратур ряда субъектов Российской Федерации о размещении в сети интернет недостоверной общественно значимой информации. Так, прокуратурой Московской области обнаружена информация о продаже средств от коронавируса. В описании к товарам сообщается, что в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуномодуляторы. Вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него. Эта информация носит недостоверный характер, так как в настоящее время отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса. В прокуратуре города Москвы, в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики под названием «Коронавирус разоблачения. Апокалипсис сегодня. Метка дьявола. Чапизация планеты. Часть первая». И «Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие. Часть третья». В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что прогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов. Вместе с тем, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. Значит, если ВОЗ правительства не подтверждает, значит, все остальное есть фейк. В какую эпоху мы с вами погружаемся? Что означают эти фразы? И в какой политический контекст они погружены? Об этом после. Дальше я продолжаю зачитывать то, что на сайте Генеральной прокуратуры. В прокуратуре Краснодарского края в социальной сети ВКонтакте и на видеохостинге Ютуб обнаружена видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса. Между тем, по информации ИО заместителя начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности. Таким образом, в указанных материалах, где все объединено под одной крышей, содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. С учетом изложенного Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании части 1 статьи 15.3 Федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы тоже ограничить к ним доступ. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, если какой-то мошенник хочет продать лекарство от коронавируса, при том, что это лекарство не существует, то этого мошенника надо разоблачить и призвать к ответу. Тут нет никаких возражений. Во-вторых, если с провокационными целями впариваются заведомо ложные сведения по поводу заваренных дверей, то это тоже надо пресечь. И опять же, нет никаких вопросов. В-третьих, есть действительно больной вопрос о фобиях, связанных с организацией избыточного технического контроля над обитателями земного шара. То, что к этому контролю стремятся многие, не вызывает никаких сомнений. Как не вызывает сомнений то, что на настоящий момент возможности такого контроля и всего, что из него проистекает, надо делить на реальные, которые не ахти себе, и выдуманные. А дальше надо сказать, что очень многие возможности пока есть выдуманные. Завтра вам чип, наночип в мозг не вставят, потому что не могут, но хотят. А внукам при таком развитии общественно-политического процесса и таких тенденциях, которые сейчас имеются, обязательно вставят. Но внукам. Угроза установления особого тоталитаризма, превращающего человека в манипулируемого элитой робота, несомненно, существует. Тут речь идет о ключевой угрозе, об угрозе технодегуманизации человечества, рода человеческого как такового. Но это же чем-то порождено? Если человек не обладает священной, суверенной сущностью, как бы она ни называлась, родовой сущностью Маркса или искрой Божьей, то почему бы не закрутить нано-гайки, используя новые технологические возможности? И тут что Евгеника, что так называемый main control, то есть контроль над сознанием, что обычный тоталитаризм, что какие-нибудь там еще модификации информационного контроля, электронного контроля, электронного концлагеря и так далее. Тут все едино. И обязательно нужно бить тревогу по поводу всего, что знаменует собой подобные перекосы. И нужно окорачивать не тех, кто этого боится, а тех, кто движется в эту сторону и вызывает этот страх. И надо всегда помнить, что такое окорачивание когда-то осуществил Нюранбергский трибунал. При том, что осужденные на этом трибунале мерзавцы, многие из них, говорили о своем желании учить человеческую породу, уничтожить неполноценных, осуществить всего лишь разумную научную селекцию людей. Но коль скоро, мол, не работают механизмы Дарвиновского естественного отбора, то что-то же надо делать. Мало ли что говорили и нацистские бонзы, и всякие там пособники доктора Менгеле и так далее. А что говорили на соответствующих судебных слушаниях японцы, испытывавшие на заключенных различные виды биологического оружия, при том, что японцы занимались в основном биологическим оружием? Так разве у человечества нет основания бояться всего этого? Да, этот оправданный страх, страх – нормальное человеческое чувство, рождает неоправданный страх, то есть фобию. Да, эта фобия в тяжелых ситуациях может породить панику, а с паникой надо бороться. Но здесь нельзя увлекаться односторонними мерами. Тут необходимо искать какое-то равновесие. Нужно дергивать обе стороны. И тех, кто пугает, и тех, кто боится. Повторяю, те, кто боятся, боятся превращения людей в манипулируемых кем-то роботов. А что, этого не надо бояться? И что, нет каких-то сигналов по поводу попыток двинуться в эту сторону? По поводу избыточного контроля? Вы спросите меня, верю ли я в то, что уже сегодня какие-то вакцинации могут запрограммировать сознание за счет включения в их состав разного рода наночастиц или наночипов? Нет, я не верю. Может быть, я ошибаюсь, может быть, нет. Но я не верю в это. И не потому, что считаю чью-либо элиту, нашу или международную, не способной на подобные нарушения прав человека. Я всю эту элиту считаю способной на все. Я просто не верю, что на настоящий момент элита способна осуществить технологически эту антиутопию. Но завтра возможности науки и техники станут большими. И тогда почему бы нет? Причем всегда в основе подобного оседывания людей и превращения их в управляемые машины лежит его величество страх. Он лежал уже в основе таких попыток оседывания в самом начале XXI века в связи с атакой на башни и близнецы и всем, что за этим последовало. Это называлась борьба с терроризмом. А мало ли еще охочих под любым предлогом осуществить такое желанное оседывание человечества некой элитой, которая технократически будет рулить всем на свете, включая мысли. Значит ли наличие подобных желаний, что любые фобии надо подпитывать и раскручивать? Нет, конечно. Этого никогда нельзя делать, а в острых ситуациях особенно. Но не начальственным окриком сдерживаются фобии. Они иначе сдерживаются. Более гибко, более умно. И главное, более доверительно, убедительно, доказательно. А не попросить. Сейчас как все закрою нафиг, и наступит рай земной. Ну а теперь от этих проблемных моментов, относительно которых имеет место нечто вроде колебания весов в вопросе нужно, останавливать не нужно, я перехожу к тому странному и двусмысленному, что прозвучало наряду с законным желанием спасти людей от попыток спастись с помощью псевдолекарств. Как мы уже умели, возможность убедиться в заявлении Генеральной прокуратуры сказано, что не Всемирная организация здравоохранения, ни правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. А она что, всеми сразу так опровергнута? Если информация не подтверждена и не опровергнута, а это, например, вся сфера действия исследований, то ее надо запретить? Надо запретить мысль как таковую, попытки исследовать вопросы? Вам не кажется, что это выглядит несколько странно? Причем это противоречит кое-чему из того, что осуществляется рядом из инстанции, на которые ссылается Генеральная прокуратура. И мы это сейчас обсудим. Итак, если все не подтверждено каким-то там ВОЗ, на которые сейчас полощут куда угодно и которые ничего не значат, а также правительством Российской Федерации и другими официальными органами, то вся информация, которая так не подтверждена, есть фейк. А являясь фейком, она должна быть изъята из обращения. Знаете, был такой анекдот эпохи борьбы с алкоголизмом, неадекватной борьбы с алкоголизмом при Горбачеве в начальный период его царствования. Суд слушает дело Иванова Ивана Ивановича, который выпил рюмку пива в нерабочее время и выносит вердикт, что в связи с таким грубым нарушением линии партии Иванов Иванович приговаривается к высшей мере наказания и расстрел. Иванов Иванович, у тебя есть право на последнее слово. Тоботяга встает, смотрит на суд и говорит, ну вы трам-тарарам вообще. По поводу этого вообще хочу обратить внимание на три момента. Первый. Политическая дискуссия по поводу искусственной природы коронавируса на настоящем этапе только разогревается. Я понимаю, что кто-то, может быть, не в курсе, но она непрерывно разогревается, и я это покажу в данной передаче. И один из возможных сценариев, подчеркиваю, лишь один из возможных, не более того, но и не менее, состоит в том, что со временем об искусственности коронавируса говорят сразу и руководители Китая, и руководители США, они будут друг на друга это спихивать, а затем подключатся европейцы, индийцы и так далее. Все уже близко к этому. А затем в данном вопросе придется определяться и российской политической власти. При этом единого мнения по данному вопросу просто не существует не только среди ученых, но и среди политиков. И Генеральная прокуратура не может это не замечать, если только она сразу одновременно не ослепла, не оглохла и так далее. 6 мая 2020 года ТАСС 6 мая слышите, то есть в тот же день, когда делается заявление Генеральной прокуратуры, информирует нас на поводу заявления пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, при том, что это заявление Пескова явно вызвано вердиктом Генеральной прокуратуры, его просто об этом спрашивают. Песков отметил, сообщает ТАСС, что, внимание, пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе, кавычки, то есть прямая речь Пескова, он находится под очень пристальным изучением ученых вирусовок у всего мира. Дальше продолжается цитирование Пескова. Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он вирус новый, поэтому в данном случае каких-то однозначных заявлений делать он такой или другой по природе? Песков об этом спрашивают. Не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали. Мы бы это кто? В это мы бы генеральная прокуратура входит или нет? Тут у нас кто влез, кто под дрова в момент острейшей ситуации, острейшей не только медико-биологически, но и политически. Может быть, кто-нибудь это не замечает, но этот кто-то странный человек. Заметьте, в один и тот же день звучит такое заявление лица, обязанного озвучивать позицию президента, и диаметрально противоположное заявление генеральной прокуратуры. Песков прямо входит в дискуссию с генеральной прокуратурой. Дискуссия порождена тем, что журналисты спрашивают об этом Пескова. Как вы считаете, это способствует правильному отношению граждан к происходящему? Уверенности граждан, что власть консолидирована и в этом консолидированном состоянии адекватна. Такова политическая сторона дела. Но есть же наряду с политическим моментом второй, так сказать, научный момент. Представьте себе, что мы живем в эпоху инквизиции, и все на свете знают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Причем все это знают, все официальные инстанции. И Каролины, и христианейших государств, и непогрешимый Папа Римский, и, между прочим, сенклит ученых, университетских и иных. Все знают, что Птолемей прав, а Галилей не прав. Но ведь на самом деле все обстоит диаметрально противоположным образом. Поэтому в научном споре, основанном на свободе мысли, не может быть вердикта, вынесенного кем угодно. Самые маститые ученые в большинстве своем поначалу с негодования воспринимали выдумки какого-то ничтожного работника патентного бюро по поводу устройства мира. Знаете, как звали этого ничтожного работника? Альберт Эйнштейн. А возмущались-то все четырехмерное пространство, непостоянство времени, его зависимость, протекание времени от скорости, искривление времени и пространства под воздействием гравитации. Какая чушь! Ну и кто оказался прав? Еще хуже было с квантовой механикой. Как это так? Частица может быть одновременно волной? Да что вы за чушь несете? Вот у меня там, вот она частица, вон карандаш лежит, и он что, волной является, что ли? Совсем обалдели. Как это так? Нельзя сказать, в каком месте, какова координата предмета, если этот предмет элементарная частица? Точно нельзя назвать какие-то соотношения неопределенностей. А чем все это кончилось, милые мои, любители вердиктов? Это кончилось тем, что на основе всех этих ахиней, которые возмущало здравый смысл, была сознатомная бомба и сброшена соответствующим образом на соответствующую страну. Пока на одну, но это пока. Значит, когда вы сегодня запрещаете свободу мысли, поиска и все остальное, то завтра может оказаться, что ваш противник, который это не запретил, получит такое преимущество, по отношению к которому вы будете бессильны. Знаете, эту притчу, что Фултон предлагал Наполеону вначале сделать паровые суда, использовать не ветер, а пары. Наполеон отказался. А когда потом двигались эти суда, то якобы было сказано, изгнав из тюэлери Фултона, я потерял свою корону. Если даже это и притча, то очень поучительная. Слишком мрачные мои примеры, но так есть менее мрачные. Вопили, вопили по поводу того, что генетику запрещали, кибернетику якобы запрещали при ужасном ставлении, а теперь до чего довопились. И наконец есть третий момент. Он состоит в том, что тем обществом, формирующимся у нас на глазах, вот этим информационным, зыбким и так далее, которое реальность, мы его за один день не изменим, управлять с помощью таких запретов невозможно. Можно только оказаться в глупом и смешном положении. А в момент роста социальной напряженности оказывается в этом положении очень опасно. смех страшная сила, если она оказывается в умелых руках деструкторов, она обязательно окажется в их руках чуть раньше или чуть позже. А это еще опаснее всяких там бунтов и площадных оргий. Тем более, что сначала смех, а потом памятная нам по перестройке массовой эксцессы. А потом конец государства. Так не в пору ли остановиться и подумать? А для того, чтобы облегчить подобный процесс обдумывания для всех и для граждан и для власти, нужна структурированная объективная информация. Вы понимаете, сейчас ведь эпоха профицита информации, ее слишком много. Мозг ее не воспринимает. Это еще компьютерная перенасыщенность информации и всем прочим. Она приводит к тому, что мозг кользет по ее поверхности, он ничего не схватывает. Метода разгребания всего этого разделения на мусор и что-то ценное фактически не существует. Поэтому надо заниматься обнаружением этой информации, избавлением ее от разного рода помех, в том числе и от субъективизма. Мне нечто нравится, поэтому это так и есть. и я вот сейчас в этой передаче постараюсь осуществить вот такое выявление и организацию информации каким-то способом, сведя к минимуму все субъективное и обсуждаю только ключевые высказывания, такие, которые важны даже в случае это просто высказывания. Это может быть и не факт, но это высказывание, которое очень существенно. Поверьте, из такого метода можно извлечь очень и очень многое. И не надо пожимать плечами, говоря, что это все на слуху. То-то и оно, что на слуху. Но при нынешнем профиците информации, который опаснее, чем дефицит, слишком многое на слуху. И слух не обостряется, а тупеет. Так что давайте попробуем вернуть себе понимание происходящего без всякой, повторяю, тенденциозности, без поучений, без субъективных ценностных суждений. В этой передаче я приведу только чужие высказывания и выявлю их совокупный смысл. Начну с недавних высказываний и буду постепенно двигаться назад к началу коронавирусной истории, порой нарушая такую хронологию, когда это нужно для выявления очень существенных совпадений. 7 мая 2020 года московский комсомолец со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что покончившись с собой миллиардер Дмитрий Босов должен был выступить свидетелем по делу против задержанного Анатолия Быкова. По утверждению источника, который делится информацией с московским комсомольцем, Босов оказался перед дилеммой. Если бы он стал защищать Быкова и давать показания в его защиту, ему, цитаты из московского комсомольца, могли припомнить инциденты из 90-х. Если же миллиардер решил собой выступить против задержанного, это стало бы поводом для мести со стороны тех людей, которые близки к Быкову как политику региональному. Московский комсомольец утверждает, вероятно, это плюс другие проблемы могло вывести олигарха из душевного равновесия. Издание поясняет, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов в 90-е годы. По информации московского комсомольца, миллиардер Босов поставлял необходимые материалы для непрерывного цикла на Красноярский алюминиевый завод. Тело Босова 6 мая обнаружили в фитнес-зале загородного дома в подмосковном поселке Усово. И рядом с телом был пистолет. Сын предпринимателя не стал комментировать смерть отца и назвал это семейными делами. Однако другие родственники сообщили о странном поведении Босова. По их словам, он стал носить с собой пистолет, кроме того, у него появились финансовые проблемы. Мне бы не хотелось слишком подробно обсуждать данную тему, которая при всей ее важности не имеет прямого отношения к глобальному ковиду. Но поскольку косвенное отношение к нему данная тема имеет, то я все-таки сделаю одну пометку на полях. То сообщество, в которое входят и быков, и боссов, делится на опекунов и опекаемых. Для того, чтобы опекаемые могли быть ликвидированы или арестованы по делам давно минувших дней, что-то должно произойти в сфере опекунов. Опекаемые или должны рассориться с опекунами, или они должны проштрафиться. Или же, что тоже очень возможно, нечто случилось в сообществе самих опекунов. Кто-то из опекунов стал укрепляться и о чем-то вспомнил, а кто-то слабнуть и временно не иметь возможности противостоять. Кто-то наращивать активность стал из этих опекунов, а кто-то должен был временно лечь на дно или притихнуть. Вот без такой или другой перестановки в опекунской среде разочарование или обида на опекаемых, потеря части своего потенциала, изменения своей стратегии. Да, вот без всего этого то, что произошло с Босовым и Быковым невозможно. Кто-то возопит, что я воспеваю конспирологию или впариваю ее. Ну, пожалуйста, не надо. Я очень хорошо знаю данный сюжет и никакого отношения моя оценка к конспирологии не имеет. Чуть раньше или чуть позже вы убедитесь в том, что она абсолютно справедлива. А раз так, то этот сюжет имеет косвенное отношение к коронавирусу, ибо коронавирус воздействует на политический процесс, а этот сюжет из политического процесса изъять невозможно. Пробыкова ведь все всегда знали, и он жил не тужил по 20 лет. Но то же самое с Босовым, мы ведь говорим Босов, а подразумеваем нечто определенное, опекунов и так далее. половина элитной Москвы все это знает, а обсуждается все так, как будто мы живем не в знакомом нам до боли обществе, где говорим это, а подразумеваем это, а где-то на другой планете, где ничто ничего не значит, никто ни с кем не связан, и все регулируется какими-то абстрактными правилами. Ну, а теперь о ковиде начну тоже с таких же кровавых дел. 5 мая 2020-го филадельфийский портал Philly Voice сообщает о том, что убит исследователь, работавший над темой происхождения коронавируса. К вопросу о том, все ли ясно по поводу этого происхождения. Китайский исследователь из университета Питтсбурга Бин Лю, то есть американский исследователь, который занимался изучением коронавируса и намеревался в ближайшие дни обнародовать итоги своего исследования, был убит в его собственном доме. Сообщается, что убийца, 46-летний китаец по имени Хао Гу после убийства Лю покончил с собой в тот же день в своей машине. Ничего не напоминает дело Кеннеди, как они подряд что-то друг с другом делали. По словам полиции, убийца был знакомым ученого, но их связь не имела никакого отношения к исследованию Лю о коронавирусе. Откуда полиция это знает? Мотив убийства по-прежнему не установлен и не будет установлен. Добавляю я от себя. Вот какие кровавые разборки идут по поводу того происхождения коронавируса, искусственный, не искусственный, чей, искусственный и так далее, по поводу его вообще не существует. Не существует, только людей убивают. 6 мая Гардиан сообщает то, о чем я говорил в предыдущей передаче. Гардиан сообщает, что ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 миллиона человек от туберкулеза. исследование было проведено партнерством «Остановите туберкулез» вместе с Имперским колледжем Лондона и университетом Джона Хопкинса. Оно было составлено на основе данных о том, как страны, где зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19, в условиях изоляции диагностируют туберкулез и лечат его. Прямо говорится следующее. Мы откатимся к цифрам 2013 года посмертности люди уже массово умирают, потому что ковидный перекос. Это заявляет исполнительный дилектор Организации Остановителя Туберкулез Лучица Дициум. Она добавляет, что за 100 лет против туберкулеза стали разрабатывать только 2-3 вакцины, в то время как против коронавирусной инфекции разрабатываются уже более сотни вакцин, при том, что прошло всего 120 дней с начала эпидемии. Дициум посетовала на то, что человечество так не изобрело лекарства от ВИЧ, малярии и других болезней. Гардиан отмечает, что ежегодно от туберкулеза гибнет более 1,5 миллиона человек больше, чем от любой другой инфекционной болезни. лекарства от туберкулеза пациент, которые здесь высказаны, не подтвердятся ли они потом, совсем иначе, или они уже подтверждаются. 7 мая 2020 года портал HiTechFM сообщает нам, что коронавирус попал во Францию на месяц раньше, чем считалось ранее, еще в декабре 2019 года. Пациент, в мокроте которого обнаружили вирус SARS-CoV-2, был госпитализирован 27 декабря 2019 года, тогда как первый случай коронавирусной инфекции был официально зарегистрирован 26 января, фактически через месяц. Об этом говорится в исследовании ученых из университетской больницы в Сен-Дени. Зараженным оказался 42-летний мужчина родом из Алжира. Он постоянно живет во Франции и в последний раз выезжал из страны в августе 2019-го, то есть за 4 месяца до заражения. При этом мужчина никогда не был в Китае. 5 мая 2020-го ТАСС сообщает нам о том, что глава Берлинского института вирусологии имени Роберта Коха, подчиняется Минздраву Федеративной Республики Германия, Лотар Виллер, сообщил, «Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна». Это то, о чем я говорил, что одним ударом из колеи не выбьешь, и если надо выбивать, то несколько раз бить. Виллер говорит далее, «Я исхожу из того, и это подтверждают эксперты, что будет вторая и третья волна распространения инфекции». «Значит, все-таки выбивают из колеи». Это же существенно. 4 мая 2020 года Рейтерс сообщает, что в докладе Министерства безопасности Китайской Народной Республики говорится о том, что угроза войны США из-за коронавируса носит серьезный характер, что разведка Китая считает эту угрозу отнюдь неумозрительной, что антикитайские настроения в мире, по оценкам разведки, в предыдущее время достигали некоего пика 31 год назад во время подавления беспорядков на площади Тяньаньмэнь. И с тех пор никаких подобных пиков не было вплоть до настоящего времени. А раз так, то Компартии следует всерьез готовиться к военному противостоянию США». Это официальный доклад. Не значит, что будет противостояние. Китайцы очень осторожны. Но это официальный доклад Министерства безопасности. И все это порождено коронавирусом. Случайно ли, что именно это порождено коронавирусом? Это мы и будем разбирать дальше. 2 мая 2020 года главная китайская газета «Жемин Джибао» это больше, чем правда какого-нибудь 1970 года очень резко парирует обвинения США в адрес Китая, якобы подлинного в коронавирусных зауключениях человечества. «Жемин Джибао» предлагает Соединенным Штатам ответить на 10 вопросов, связанных с пандемией коронавируса и американской ролью в этой пандемии. Я перечислю эти вопросы. Это очень серьезно. Я просто процитирую «Жемин Джибао». Первый вопрос. Почему США не предоставляют обновленные информации о возобновленном в прошлом году эксперименте по модификации вируса птичьего гриба? О чем тут речь идет? О чем спрашивает «Жемин Джибао»? Об искусственном коронавирусе. Экспериментах по модификации. Второе. Почему был ранее закрыт Медицинский институт инфекционных заболеваний армии США? Не потому ли, что там произошли некие утечки? Это же имеется в виду. Третье. Является ли совпадением то, что в прошлом году у Министерства здравоохранения и социальных служб США разработало сценарий, который был похож на вспышку COVID-19? Комментируя это свое суждение, Жемин Джибао пишет. Этот вопрос задается, так как в марте газета The New York Times процитировала отчет, который получили члены правительства США. В нем говорится, что с января по август 2019 Министерство здравоохранения и социальных служб США работало на сценарии под названием «Багровое заражение», который имитировал вымышленную вспышку с участием группы туристов, которые посещали Китай и заразились там новым вирусом, после чего полетели в разные страны, в том числе и в США. Вы запомните это название «Багровое заражение»? Это не конспирология. Это официальная китайская ссылка на официальные американские материалы. В указанном сценарии, пишет Джамин Жибао, был представлен вымышленный вирус КАПС, который вызвал более серьезные симптомы, чем реальный коронавирус, и также передающийся через дыхательные пути, как обычный грипп. Помимо этого, он тоже вызвал пандемию, как и в случае с Сарсом, против КАПС также предполагалось, что нет вакцины. Я просто цитирую. Вопрос номер 4. Американская разведка предупреждала о коронавирусном кризисе еще в ноябре прошлого года. Почему эти предупреждения были проигнорированы властями США? Несмотря на эти предупреждения, чрезвычайное положение в США было объявлено только 13 марта текущего года. Вопрос номер 5. Могут ли США уточнить, сколько на самом деле граждан страны инфицированы коронавирусом на фоне зафиксированных летальных случаев от гриппа? Вопрос номер 6. Когда новый коронавирус появился в США? Вопрос номер 7. Как США смогли так быстро получить штаммы вируса для начала тестов вакцины против заболевания COVID-19? Вопрос номер 8. Почему правительство США не считает пандемию опасной, а американские чиновники продолжают продавать акции по сниженным ценам? Вопрос номер 9. Почему американским экспертам не разрешается публично обсуждать новый коронавирус? Это же Минджибау пишет, вы меня еще раз слышите? Считайте, что это просто продиктовано Сидзипином или обсуждено на политбюро. Вопрос номер 10. Почему власти США не сообщают о том, какие исследования в настоящее время ведутся в их зарубежных лабораториях? Вот мы все это читаем, да, и будем говорить о том, что обсуждение искусственной природы и всего прочего, а только этим занято здесь наивысокопоставленнейшие китайские товарищи. Это все фейки. 7 мая 2020 года ТАСС со ссылкой на CNBC сообщает, что госсекретарь США Майкл Помпео не видит оснований подвергать сомнению вывод американского разведывательного сообщества о том, что новый коронавирус не имеет искусственного происхождения. Что послужило поводом для такого заявления? Госсекретаря попросили внести ясность в данный вопрос, поскольку именно он заявил 3 мая о том, что вирус был создан искусственно. Помпео утверждал тогда, что у Вашингтона есть доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться из лабораторий в китайском Ухане. Однако 4 мая директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил в интервью журналу National Geographic, что существуют научные данные, свидетельствующие о том, что новый коронавирус мутировал в дикой природе без всякого вмешательства человека. Помпео в интервью от 7 мая подчеркнул, что попытки противопоставить его слова мнению главного инфекциониста США, цитата, нацелены на то, чтобы внести разлад и раскол в правительство Соединенных Штатов. Разведывательное сообщество проанализировало имеющиеся у него данные и заявило, что вирус не имеет искусственного происхождения. У меня нет оснований оспаривать это заключение, сказал госсекретарь. А 3 мая у него были для этого основания? Значит, некие инфекционисты, имеющие мнение не такое, как госсекретарь, а, видимо, такое, как вице-президент Пэнс. Своими рассуждениями вносят разлад. Помпео не говорит, что правильно, что нет. Он говорит, у нас должна быть консолидированная позиция в этом вопросе. Иногда кажется, что Помпео нечто говорит, а тут дальше начинается, бог знает что, отнюдь не только в Соединенных Штатах. Такая смелая гипотеза тоже возможна. 29 апреля 2020 года Интерфакс приводит точку зрения заместителя директора Московского областного научно-исследовательского клинического института МОНИКИ имени Владимирского доктора медицинских наук Антона Молочкова. Согласно этой точке зрения, сроки окончания эпидемии коронавируса в России предсказать затруднительно из-за крайне необычного поведения COVID-19. Это то же самое, о чем говорит Песков. Но мы же не знаем, что это такое. Как мы можем сказать, оно искусственно и естественно, но мы не знаем, что это. Так вот, Песков не специалист по, так сказать, вирусологии. Просто человек, который понимает, что когда ты не знаешь, с чем имеешь дело, не надо раздавать пощечины направо или налево и говорить, что вот это так, а это не так. Ты сначала разберись. А Молочков специалист, причем это маньяки, как мы знаем с советских времен, это серьезная организация. Молочков утверждает, что, цитирую Молочкова, если исходить из биологических свойств вирусов, известных ранее, то этот вирус, идет речь о COVID-19, не укладывается в обычные законы. Он ведет себя совершенно биологически непредсказуемо. Возникает же естественный логический вопрос. А почему вдруг данный вирус ведет себя не так, как все остальные? Почему он биологически непредсказуем? Он может быть биологически непредсказуем, только если он не до конца биологичен. Все остальные предсказуемы, он нет. Обратите внимание, речь идет о биологической предсказуемости. Он ведет себя не биологически, значит, искусственно, поэтому он непредсказуем. Вот такое мягкое, но вполне убойное рассуждение весьма авторитетного человека. 8 мая 2020 года Вашингтон-Пост информирует своих читателей о том, что массовому удалению из социальных сетей и видеохостингов подверглась недавно вышедшей и получившей широкое распространение первой серии фильма «Пландемия», снятого видной фигурой американского движения антивакцинаторов Джуди Миковиц. Чуете, какие-то странные процессы блуждают по миру, да? Как-то уж сильно-сильно заработал такой стук кулаками по столу, да? Со своих серверов удалили копии фильма, видеохостинги YouTube и Vimeo, а также социальная сеть Facebook. Причиной блокировки фильма названа, цитирую, «опасная и вводящая в заблуждение информация, представленная в фильме, например, что отношение маски может заболеть и получить вред здоровью». Нехорошо, когда дается опасная для здоровья информация. Это правда. Но вы почитайте заявления профессиональных людей о том, через сколько часов эта маска может порождать грибковые и прочие дела, а также на что она воздействует и затрудняет дыхание. И вы опровергаете информацию, опровергаете, а не стучите кулаком. Фильмы также обсуждают версию, что ряд миллиардеров нарочно помогли распространиться коронавирусу, чтобы потом подвергнуть население массовой вакцинации. Фильм также обвиняет в нечистоплотности, ставшую ключевой в США фигуру директора Национального института аллергии и инфекционных забоеваний Энтони Фаучи. Вот Энтони Фаучи нечистоплотности только немой не обвиняет. Да и те пишут. Надо руки еще обрубить, чтобы не обвиняли. В фильме приводят ряд цитат Фаучи, вырованных из контекста, чтобы представить его в качестве лжеца манипулятора. А кто-то считает иначе. Перед тем, как фильм был удален с массовых интернет-площадок, его успело посмотреть 1,8 миллиона человек. И что, его совсем не будут смотреть приставку удалений? Я уже приводил совсем недавние высказывания про секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что раз не знаем природу, то что нам говорить искусственно и не искусственно. Сейчас я приведу другое высказывание Пескова, чуть более раннее и очень интересное по многим причинам. Песков считает, что прогнозы вряд ли можно считать верными, что ситуация непростая и требует слаженной работы. Цитирую Пескова по РИА Новости. Вы знаете, говорит Песков, мы сейчас считаем очень много попыток проанализировать ситуацию, мы с вами считаем очень много прогнозов, очень много вердиктов разным группам населения, разным отраслям промышленности, производства, участникам экономической жизни. Очевидно одно, ситуация непростая и она требует большой и слаженной работы от руководства страны, от правительства, от руководства регионов и от участников экономической жизни. Песков предложил, давайте делать выводы по мере развития ситуации. Он это говорит просто так? Нет. С кем он полемизирует непонятно? Нет, абсолютно понятно. Ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в результате экономического кризиса связан с пандемией, коронавирусной инфекцией средний класс может скатиться в бедность. Перед этим Алексей Кудрин, еще одна знаковая фигура, озвучил худший прогноз по безработице в России в результате коронавируса. По его мнению, безработица в России может вырасти в 2020 году до 7-8%, в худшем случае до 10% от экономически активного населения. так что говорит Песков слушайте люди вы если ситуация острая либо из команды выйдете либо как-то умеритесь вы не выскакиваете в разные стороны мы считаем, что природа неизвестна вы выскакиваете и говорите запрещаем все, что говорит об определенной природе мы говорим, что мы будем работать вы говорите, что всем абзац не надо так он имеет на это основание? Думаю, что имеет теперь о том, что касается мнений только мнений что коронавирус имеет искусственную природу я эти мнения заметьте не абсолютизирую но я только хочу сказать, что их не случайные люди высказывают не прокуроры с юридическим или иным образованием и не аналитики и не кандидаты физико-математических наук а люди с особыми заслугами в сфере этой самой вирусологии 27 апреля 2020 года известный французский ученый лауреат Нобелевской премии медицины Люк Антуан Монтанье в интервью сербским новостям заявил о том, что COVID-19 создан искусственно уже надо сразу посылать сербам заявление о том, что это фейк запретите Нобелевскому лауреату по вирусологии высказывать свою точку зрения Монтанье утверждает что все началось с известного вируса летучих мышей с которым проводили эксперименты в этот момент возможно произошла ошибка либо утечка из лаборатории эксперименты с мышами проводили в результате экспериментаторы получили нечто противоположное тому, что искали дальше он будет высказываться еще более резко но вот это первое его высказывание по мнению ученого с помощью коронавируса лаборатории пытались получить вакцину против спида Монтанье далее поясняет как это было сделано были вставлены говорит он короткие последовательности вируса спида в коронавирус размером 20 нуклетидов основные единицы генетического материала я слышал критику от тех кто считает что вставки слишком малы чтобы вводить новую информацию в белок но эти небольшие фрагменты несут с собой генетические образования которые могут изменить поведение белков изменить состав внешней оболочки вируса так чтобы сделать его способным инфицировать клетки человека клетку надо приманить белком понимаете ее надо приманить белком так чтобы клетка захотела съесть этот вирус потом разрушила его белковую оболочку и тогда-то включился весь механизм генетического перепрограммирования клетки она начала производить вирус потом умирать далее Монтанье заметил те кто критикуют меня играют со значением слова естественной правда в том что этот вирус поначалу является естественным потому что коронавирус существует естественным путем у летучих мышей в конце концов не вокруг Ухани а гораздо дальше другой китайской провинции Джунань Водаль было обнаружено вирусе летучих мышей который был позже обработан и модифицирован для адаптации к людям что интересно знать сейчас так это будущее этого химерного вируса и здесь считают ученые природа берет все обратно в свои руки в настоящее время ученые исследуют как происходит эпидемия коронавируса в США где есть миллионы инфицированных людей и где вирус меняется очень быстро особенно в той части которая по мнению Монтанье была добавлена людьми вот почему он является биологической аномалией как говорят Моники это центр соответствующих исследований вот эта часть интенсивно мутирует и находится в процессе исчезновения возможно вирус самоуничтожится это оптимистичная точка зрения повторяю я не давлю авторитетом Монтанье я не говорю раз такой-то что-то сказал то все этот сказал одно этот фаучи другое третий третий четвертый четвертый растерянность вот то что говорит Песков не знаем говорим а толком не знаем но что-то странное носится в воздухе никоим образом не хочу повторяю оптимистизировать позицию Монтанье тем более что он в своих высказываниях проявляет определенную политическую направленность но вот что было сказано ранее индийским ученым представителем международного центра генной инженерии Анандом Раганатаном который написал в своем твиттере следующее индийские ученые только что обнаружили инсерции ВИЧ в ковиде которых нет ни в одном другом коронавирусе они намекают на то что этот вирус был разработан не случайно страшно если это правда хочу сказать что в Индии хорошая вирусология Индия это не только брахманы уважаемые Индия это еще и очень современные супер современные центры высоких технологий и центры продвинутых исследований научных в том числе можно привести и другие аналогичные мнения достаточно авторитетных ученых подчеркиваю ученых имеющих за плечами и опыт и знания и авторитет и заслуги а не каких-то шарватанов так стоит ли выносить какие-то вердикты не будучи профессионалами там где научная элита колеблется не говорю что она считает то что мне нравится она колеблется да и нет у меня тут ничего что мне нравится или не нравится я хочу объективность выяснить но я настаиваю на том что не замечать настойчивых утверждений видных специалистов по поводу искусственности ковида можно только если прячешь акистраус голову в песок или если есть какой-то ангажемент знаете как говорил Белинский по поводу письма Гоголя или вы больны и вам надо лечиться или не осмелюсь продолжать далее воспитанные люди говорят так 24 апреля 2020 года китайский ежедневная газета Global Times сообщает что китайские ученые призвали расследовать при участии в ВОЗ ранее неизвестной смерти от COVID-19 в США случившиеся в начале февраля 2020 года они тогда случились сообщает издание согласно официальным данным первая в США смерть от COVID-19 произошла 29 февраля 2020 в Киркленде штат Вашингтон оказалось что еще 6 февраля 2020 в своем доме в Калифорнии умерла 57-летняя женщина 17 февраля от COVID-19 также в Калифорнии скончался 69-летний мужчина вы понимаете о чем говорят китайцы мы вам это не спустим и мы не пургу будем гнать мы на вашей территории разведку ведем и вполне качественно это 24 апреля заявляет Google Times а 23 апреля военно-воздушные силы США согласно данным Интерфакса сообщают что командные пункты американских межконтинентальных баллистических ракет Minutman 3 привезены в режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса по вирусам будут фигачить Minutman Каждый по отдельным или там облака этих вирусов или там инопланетяне на нас нападают при чем тут Minutman ясно при чем при том что вот так напряглась вокруг этой темы вся ситуация с Китаем и США может они вырулят я то думаю а может нет но в любом случае вокруг чего это все происходит то есть это напряжение вокруг этой искусственной не искусственной природы она сейчас в центре внимание мира она главная карта в политической игре 23 апреля 2020 года CNN сообщает о том что ряд российских и оскорбительных сообщений в твиттере в адрес китайцев опубликовал новый пресс-секретарь Министерства здравоохранения и социальной защиты США Майкл Капута в настоящее время эти сообщения удалены журналисты CNN воспользовались сервисом Wayback Machine хранящим историю сайтов в интернете для того чтобы отыскать и проанализировать свыше 1300 удаленных сообщений по свидетельству издания Капута в оскорбительной манере отвечал на критику США со стороны пользователей утверждавших что вирус в Ухань занесли американцы он утверждал что китайцы подхватили заразу потому что цитата сосуд кровь бешеных летучих мышей закусывают задницами муравьедов после публикации Капута дал короткий комментарий журналистам CNN по поводу своих публикаций честная игра приятель мне все равно это не имеет значения для меня приводит его слова издания по его утверждению свои сообщения он штирает ежемесячно потому что они сводят людей с ума свои заявления объяснил тем что защищал президента США он также отметил что теперь служит народу Америки и его сообщения в твиттере будут другими тем не менее издание приводит целую коллекцию сообщений политика который допускал оскорбительные выпады не только в адрес китайцев а также делился конспирологическими теориями по поводу происхождения вируса коронавирус имеется ввиду 23 апреля американская медиа организация в области политической журналистики базирующаяся в Арлингтоне штат Вирджиния ресурс политика сообщает что изучением коронавируса как потенциального биологического оружия озабочились представители оборонных разведывательных ведомств США они озаботились китайцы озаботились а мы что делаем мы с одной стороны говорим что не знаем а с другой стороны стучим кулаком пустого это нехорошо не полезно 24 апреля 2020 года страна УА сообщает об иске который адвокат из Ухани Лян Сун Гуан подал против правительственных учреждений США обвиняя их в преднамеренном распространении дезинформации по COVID-19 адвокат считает что правительство США скрывает правду а более ранее чем в Китае вспышки коронавируса в своей стране по его словам США людей инфицированных неизвестным типом вируса оформляли как больных гриппом прав ли он это мы будем разбираться дальше 19 апреля 2020 года Deutsche Welle обсуждает призыв министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ к руководству Китая Герт Мюллер призвал руководству КНР прояснить обстоятельства распространения коронавируса САВКОВ-2 и теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19 то есть вопрос лабораторного происхождения обсуждается уже и в Европе на самом высоком уровне в Китае в США в Европе в Индии где еще я что-нибудь выдумываю но возьмите прочитайте 19 апреля 2020 года то есть тот же день когда Мюллер говорит об этом свободная пресса излагает позицию занятую тайваньскими австралийскими исследователями эти исследователи во главе с Вэй Лунем Вангом из Национального университета образования Чанхуаф на Тайване и сотрудники из университета Мердека в Австралии предоставили отчет-бомбу о значительной мутации которая способна сводить на нет все имеющиеся разработки вакцины против COVID-19 так ли это на самом деле покажет время в то же время китайский национальный центр биологической информации сообщил о 3500 мутациях коронавируса конечно экспертные оценки докладу Вэй Лун Ванга должны давать только узкие специалисты к которым даже практикующие инфекционисты не относятся но с другой стороны напрягает озвученная South China Morning пост информация что существует вероятность того что мутация изменившая механизм заражения была вызвана технической ошибкой ой мама иначе говоря сегодня штамм SARS-CoV-2 разошелся по лабораториям во всем мире и над ним работает большее число специалистов где гарантия что кто-то из них не ошибется так что болезнь COVID-19 окажется еще более смертоносной что не повторится эта же история и человечество засадит уже не на этот карантин а на что-нибудь покруче тем более что говорят вторая волна третья волна все громче звучат голоса что мир к концу этого года накроет вторая и более страшная волна пандемии вызванная в том числе опасными мутациями которые противоречат биологической природе но соответствуют природе какой небиологической знаете их много небиологических природ в частности банк Дж.П. Морган не пожалел денег на прогноз распространения COVID-19 собрав судя по всему мнению лучших инфекционистов и вирусологов мира главный аналитик по биотехнологиям Морган Стэнли Мэтью Харрисон в своей пояснительной записке написал что текущее восстановление цитата после острого периода вспышки только начало а не конец и путь будет долгим 16 апреля 2020 года я иду назад Newsweek сообщает о том что Дональд Трамп активировал план по эвакуации Белого дома и федеральных органов расположенных в городе Вашингтон в целом план будет задействован в том случае если эпидемия критически ударит по американской столице и системе госуправления скорее всего в виде массовых беспорядков в полную боевую готовность переведено подразделение НСА National Capital Region Национальный исторический регион имеющий статус объединенной армейской группы общей численностью до 10 тысяч человек вот об этом обо всем подробнее поговорим что это за планы где их исток что они собой знаменуют как они связаны со смыслом игры Вашингтон пост информирует читателей о том что еще за 2 года до нынешней пандемии американские дипломаты в КНР предупреждали о недостаточной защищенности биолаборатории в Ухане по сведениям американских журналистов еще в январе 2018 года посольство США в КНР направило ряд своих дипломатов в Уханьский институт вирусологии дипломаты предупреждали о недостаточных мерах безопасности принимаемых в научном институте призывая обратить более пристальное внимание на это учреждение по словам официальных лиц США цитата работа лаборатории с коронавирусом летучих мышей их потенциальной передачи человеку представляет риск новой пандемии работа лаборатории то есть не биологический фактор схожий с пандемией SARS иными словами правительство США еще два года назад располагалось сведениями о чем? о естественном вирусе или искусственном патогене 15 апреля 2020 Блумберг знакомит с данными обнародованными национальной комиссией здравоохранения Китая по данным китайских медиков из числа пациентов у которых было выявлено наличие коронавируса но при этом полностью отсутствовали симптомы заражения и лишь одной пятой симптомы появились в дальнейшем это означает что около 80% зараженных могли быть не выявлены поскольку у них нет вообще никакого повода для беспокойства при этом они являлись распространителями инфекции что в итоге получается что при расчете смертности в официальной статистике не были учтены 80% зараженных ибо смертность это количество умерших поделенное на количество зараженных процент умерших от числа зараженных если 80% не обнаружены то что надо делить на 6 раз большую цифру а это значит что уровень смертности вследствие заражения коронавирусом мог быть преувеличен в 5 раз и что тогда а вот еще одно сообщение датируемое 17 апреля 2020 в котором более подробно излагается уже обсужденная нами позиция Люка Монтанье получившего подчеркну еще раз в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ Люк Монтанье вполне развернуто излагает версию искусственного происхождения ковида мы пришли к выводу что произошла манипуляция с этим вирусом сказал он в интервью телеканалу CNews он отмечает что в ковид-19 были добавлены частицы ВИЧ кавычки цитата Люка Монтанье он вирус неестественного происхождения это работа молекулярных биологов считает вирусолог с какой целью не ясно моя работа представлять факты я никого не обвиняю я не знаю кто это сделал и почему возможно они хотели произвести вакцину против спида предположил Монтанье вместе с тем в интервью порталу Пуркуа Доктор он заявил что этот вирус вышел из лаборатории у Ханя то есть он вполне себе политически заточен и потому я никоим образом не абсолютизирую его позицию я только хочу сказать что он вирусолог говорят Нобелевской премии специалист по ВИЧу и видят там ВИЧ вирусолог вирусолог вирусолог